привет мои дорогие привет мои хорошие я рада приветствовать вас на своем канале меня зовут инга мы с вами в ведьмаке рядом с нелюгарском посольством она вот такое вот черное и все в таких золотых солнцах но мы здесь не для этого друзья я собираюсь устроить кулачный бой во первых наше это задание 36 уровня уже давненько пора было его сделать главарист у нас стоит и пока совсем не поздно давайте-ка все-таки хоть я и не люблю эти задания не люблю кулачные бои но наверняка придется так где-то прямо тут смотрите сейчас ведьмак покажет класс ну ладно по крайней мере у нас есть сохранка букмекер главное крепко не удивляйся тут интеллект нужен не только сила господи это ты говоришь видишь ли швабра необычный швабра да не часто имя не часто швабра почему швабра не по имени следует оценивать противника сударь и швабра отважный дворник а силы его удар может сравниться только точность его попадания так ну ладно друзья в принципе давайте попробуем участвовать 50 да ладно чё нам там терять хорошо начнем у да ты как лист трясешься погремушка потаскушка чего давай уже драться что главный на ринге шутник это я ты что не вякнешь все выйдет херня о господи друзья так это флютинг так это флютинг теперь мне понятно откуда и бисофт слямзил темочку то то есть ему надо отвечать стихами так чё там свинья а вы выйдет херня всяко болтать собака нету лифма подожди коль шутки слабы это видно видно всяко да ты сам собака лучше драться чем болтать ну давай первое скажем если шутки слабые это видно всяко в бою теперь сойдемся мы однако ах вот он услуги должны фразы пустая бравада будет победа мне лучшей наградой твоя мать о не не надо герой скоро тебе будет док доктора надо в награду надо будет доктора надо пусть поспешит и с тобой встанет рядом доктор придет и окинулся взглядом кости твои отвезет к тебе на дом кончится бой и запросишь пощады вот так скажем лишний раз злить меня не надо кончится бой и запросишь пощады ну ты это что испугался должен признать умеешь ты словом приложить и выиграл ну что не будем драться а зачем я же говорю ты выиграл хода намок победил он одолел швабру его же оружием и меня переболтал но это только потому что я сегодня не в форме иначе бы я тебя ух как разнес ясен пин а что тогда тут за драки такие сзади ешь еще двух противников а потом можно и с мастером драться тихий омут обычно где-то в верхнем городе у переулка рыцарей наживы а колосс на самой большой площади нижнего города да нет но я все-таки надеюсь что мы не все будем стишки то читать наверняка нам не то что я не то чтобы мне было плохо не так даже как бы больше понравилось со шваброй так слушать и дать ка попробуем тут пройдем мимо что у нас тут тихо и царь дп мальчик не хочу показаться турнира да так ну ладно пойдемте искать тихий омут и как тут жить и куда нам надо и как я пропустила так раньше вот это вот все хотя мы сюда по моему вниз было здесь головорез что-то мне напоминают и боишься попахивает веленом разит я бы сказала так ага да вот это вот тут странно этот угловой домик а есть бы чего эра их светлость заизволили нанять ведьмака для расследования убийств долг каждого жителя нашего города оказать ведьмаку любую необходимую попу граф борис без альварес приглашает на доклад посвященный исчезновению редких видов и опасности которую она наша кровь меньше стоит чем вино чудесный баклер так где о прямо здесь слушайте у них такие драки солидные серьезные ну по крайней мере приличных местах так ну ка давайте-ка сделаем сохраночку так ну пойдем горожанин такой воздух что никогда похмелье не было в котором черти водится а почему рыцарь молчит рыцарь это мне нужно знать кого я буду охаживать кулаками почему этот рыцарь не открывает ни лица не имени и не говорит ни слова умер любопытство рыцарский обед это не игрушки тихий омут не откроет ни лица не герба пока кто-нибудь его не одолеет так будешь драться или нет так женщина не наверняка нет или мальчишка ну хотя мальчишка вряд ли а да баба наверняка ну да давай меня мне кажется нам не отмолоть вызываю тебя на поединок а ну точно тетка благородные дамы и достойные господа сейчас начнется бой ой 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 ну сколько мне еще ждать кто-то мне говорил что я парировать не умею гера-гера-гера-гера-гера-гера отходи не увлекаемся пора заканчивать там и и господа ведьмак победил в схватке неустрашимого тихого омута что это был за бой рыцарь свободен от своего обета и может показать лицо сильный у тебя удар точный поздравляю ну женщина точно класс хочешь еще что-нибудь добавить про то что я женщина а зачем 13 века дворе прогресс трактирщицы никого не удивляют и не будешь говорить что драться с бабой не по чести так говорят только те кто боится проиграть женщине красивые глаза тебя отделяет только колосс он сейчас где-то на сан-себастьяне на самой большой площади нижнего города так ну что ж колосс так колосс я могу кстати с ней поговорить бригитта ее зовут бригитта так ладно пошли слушайте в этой части мы вообще не были вообще в огромнейший баклер сюда вот здесь уже до райончики такие победе огромный огромный баклер я еще намеревалась устроить такс курс но сейчас я понимаю что наверное настоящий полковник так понятно дети затыкаете уши мы сделаем а почему нельзя игра сохранена написано по мере по мере да это какой-то дед старый я ему как врежу так он неделю будет раз кто из вас букмекер вот вон сидит букмекер и вот я явно явно колосс да мне с тобой болтать нечем сперва покажи на что способ ну знатный забияка эй белоголовый будешь драться с колоссом это его имя колосс интересное прозвище у него есть имя попроще а зачем колосс это звучит гордо и подходит ему ну как драться будешь черт ладно буду а что делать ну ладно ставим стульник хорошо давай драться эх скучно мне неохота я дра себя слишком быстрый раз по тебе попаду и ты уже ляжешь какой в этом интерес не хочешь драться тогда что ты мне голову морочишь отнимаешь мое время ладно ладно что ты сразу надулся ты же ведьмак тогда сделаем так отобьешь три моих удара ты выиграл только ты сам не бей я тебя буду бить а ты просто закрывайся ясно и если у тебя все получится я тебе еще и ставку удвою да какой ты щедрый слушайте а мы у нас получился знаю что у тебя не получится да ладно никому не удавалось я слишком быстрый так что отобьешь три раза давайте попробуем чё нам идет я можно выбрать нормального труда отобью вот это я понимаю наконец какой-то спортивный азарт только помни пока я удар не начал блока не ставить все время в защите стоял не по правилам ну я в общем-то и не собиралась на мои господа начинается интереснейшая схватка ведьмак принял вызов колосса иди иди сюда закрывайся ну я закрываюсь слишком быстро для тебя да гера-гера-гера-гера-гера-гера-гера-гера-гера-гера-гера-гера уходим 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 все мы закрылись ведьмак отбил удары колосса никому раньше это не удавалось твоя доля спасибо я впечатлен 400 крон много лет такого не бывало ты только что получил право вызвать на бой самого мастера спроси его в доках ну забавно что в принципе как таковых битвами так и много я бы на тебя не поставил да да мне тоже кое-кто это говорит что не умея драться кола в кулачном бою был единственный раз просто когда я забыл как это делается вернее я забыл кнопку отскока я тебе взаймы давал на вино итак нам надо в доке бежим туда винный рынок подайте на хлеб господин еще ни разу здесь не шел дождь но кроме тех мест где были однозначно всяческие катаклизмы туманы и прочие бедствия так подожди адуки это там же где мы были что ли нет вот уже слышно как кричать чайки дай мне монету ау ну-ка покажите ко мне на карте где мы вообще ну да ну да мы не были в этой части города мы и здесь то в принципе только не были мы вот здесь по красоте ходили по дворцу а теперь прям сюда о да тут и таверна есть кстати не мешало бы нам заглянуть вот и Гера в дороге и тихонько ставит... У одного из подлупок очень огромная. А в замке преданый вассал. Все двери замка. Да, да. Дом наслаждений. Черт, куда-то мы с тобой, Гера, не туда попали. Ну да ладно. По крайней мере, тут у нас есть торговка, я так понимаю. И у меня есть кое-что продать, что надо. Не-не-не-не-не. Мы тут ни с кем знакомиться не собираемся. Я привела вас в Тусент. Расскажите мне. Скажем так, дела. А, даже так. Деловая поездка. Понимаю, работа, стресс вдали от дома. Но отдыхать-то нужно когда-нибудь. Может быть, мои девочки вам помогут? Так, нет, подожди. Провести время пока не до этого. Уютное местечко. Уютное местечко. Она в гвинт играет, кстати. Я рада, что вы заметили. Я всегда мечтала, чтобы дом терпимости был домом не только по названию. Я не хотела, чтобы клиенты забегали сюда просто спустить пар. Ну, знаете, клиент заходит, снимает штаны и уходит. Едва девушка повернется на бок. Нет, у меня постель не воняет потом. В матрасах нет клопов. И вино я не разбавляю. Здесь хочется остаться подольше. Поговорить, раскинувшись в кресле, выкурить трубочку. Все это после небольшого денежного взноса, разумеется. Так, ну ладно. Ладно, ладно. Так, провести время. А, слушай, она не торгует, я так понимаю, да? Давай в гвинт. У меня есть немного необычная просьба. Только пусть это останется между нами. Геральт. Мне вообще-то не следует. А, пустяк. Так чем я могу помочь? Сыграем в гвинт. Пладушки. Так, ну что ж, поехали. С Кельги нам не нужно. Нам нужно Королевство Севера. Так, с Каэтаэли у них. Угу, угу, угу. Угу. Черт. Рубайлу. И второй раз дали Рубайлу. Блин. Плохо. Давай, 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 корову. Плохо. Угу. Субтитры Paraíba. Сейчас мы тут наиграем. Так. 16, да? Мне надо 17. 16, да? Ну, если у нее только нету казни. Так, ливень нам фиолетово. Не думаю, что у нее есть казнь. Более того, нам ливень даже на руку. Корово пойдет в ход. Спасовал противник. Как там? Тебя оживляют. Ты хочешь со мной потоптать виноградной игрой? Так, 100 крон и мордрюм. И мордрюм. Так, давайте посмотрим, что нам дали на скеллиге. Мордрюм. Ага, их таких три должно быть, насколько я понимаю, да? Ну да, ну да. В принципе, мы можем уже играть в скеллиге, но пока я к этому не готова. Итак, все понятно, все ясно. Значит, здесь веселенький домик. И торговать нам тут не получится. Лавка мясника. Лавка мясника. Интересно. Сосиски, ветчина, баштеты. Ой-ой-ой, друзья. Я чуть со стула не упала. Сосиски. Покажи, что там у тебя есть. Хорошо, покажи, что у тебя есть. О, год. Так, ну сосиски не сосиски. Я могу тебе вон продать мясо сырое. И трофеи эти я с собой взяла тоже, чтобы их продать. Вот. Ну, а больше они вроде как никто ничего и не берет, насколько я помню. Ну, надо же так заразить. Сосиски. А, собственно говоря, могу продать. Тут куча ложек, которые, я думала, их можно разобрать. Но нет. Нельзя. И даже вот эту вот. Эту золотую нельзя разобрать. Но можно другую. Завыборенные ложки. Ложка, которая вот эта вот из чистого золота. Вот ее можно разбирать. Фамильная ложка каких-то горожан. Вот это все можно продавать. Всякие эти. Пепельницы. Так, у него уже нету денег. У меня 18 черепов. Какой ужас. Так, ладно. Все. Покупать у него особо нечего. Сосиски кричит он. В гвинт давай играть. Сосиски. Раз уж мы сюда пришли. Я понимаю, что ты занят. Может, сыграем в гвинт? Ничего он не занят. Для гвинта у него всегда найдется свободное место. И смотрите-ка. Он играет как раз с келекскими. О, ахтунг, ахтунг. Я плохо знаю с келекскими. Я их вообще не знаю. Так, у меня два рубайла. Так, я ничего не буду менять. Понятно. Понятно. Эх, надо было ему дико струдать. Держи туда себе ищу. Этот сейчас мне четверку убьет только, да? У него ничего нету сильнее моей четверки. Подчинение это невыгодно. А я пасану, наверное. Хотя смысл. Ладно, попробуем сделать финт ушами. Ну вот, дружочек. Другое дело. Ага, и он пасанул. Конечно, сейчас очень жалко вот этих выкидывать. И, наверное, я не буду их выкидывать. Хотя, подожди, у меня одна и енифер нету, да? Так, пять это будет десять, десять это будет двадцать. Так, десять и семь. Вот так вот. Молодец. Удвоил. Удвоил. Так. Так. То-то-то. Так, сюда мы уже ничего не будем ставить, да? Я так понимаю. Это что за карта у нас? А, нет, поставили. Ну, ёлки, мой этот самый, сейчас, где он, кстати? Вот этот вот, убьёт только десятку, а не восьмёрки. Было бы неплохо, если бы была восьмёрка. Чё я его сюда поставила, непонятно. Надо было его сюда ставить. Ха-ха-ха-ха, зараза. А вот в чём дело, вот что он там таил. А, сволочь. Так, ну ладно, чё делать? Обхитрил, обдурил. Вот это была ошибка сюда поставить, надо было ставить его сюда. Крахан Крайд. Что это он сделал? Украл у меня, что ли, карту или что-то в этом роде? Что делает Крахан Крайд? Отбой обоих игроков тасуется и возвращается в колода. Странно, ну ладно. Керес. Ах, вот, зачем тебе надо было тасовать. Так, 142, да? Сейчас мы с тобой поиграем. Пасанул. Так, сколько у меня тут? 30, да? Это 120. И... 16. Нет, я его не догоню. Я спасу. Это странно было с его стороны. Да, интересная игра с Келлигскими картами. Шторм со Скеллиги мы выиграли. Так. Шторм со Скеллиги. Таких три должно быть. Но это типа погодной карты. Какие у меня крахи есть? Никто не заменит Брана. Плохую погоду отряд утрачивает половину боевой силы. И... Вот это вот тасовка от боя. Понятно. Так, друзья, ну мы здесь не за этим. Мы за тем, чтобы все-таки биться. Так, сохраняемся. Виземак. Букмекер. Мастер, маэстро, непобедимый. По-разному его люди зовут. Это ты тот ведьмак, что повалил троих забияк? Да. Я пришел драться с мастером только. Он же пьяный. Сейчас мне его придется переписать, да? Мастер использует алкоголь, чтобы побороть робость. Это очень деликатный человек. По-трезвому он никогда б человека не ударил. Да ладно. Драть с трезвым? Это как танцевать без музыки. Ха-ха-ха. То есть, мне его надо будет перепить, да? Ты драться точно сможешь? А, мастер, ты же пьяный. А это уж мое дело. Че зря трепаться? У меня водка стынет. Уж драться, а ли где? Ну, давай будем драться. Да, я тебя вызываю. Ща-ща, у меня свои правила. Я не блюю там, где ем, и не дерусь с теми, кто пить не хочет. То есть... Нам пить придется. То есть, пей, брат, или волей отсюда. Так, ну ладно, давайте пить чайорк побери. Ну что ж, ладно. Господа, мастер будет драться. Наконец-то. На стаканах. Можем начинать. Ай, ща. Бу. Ну, сколько мне еще ждать? Черт. Гера, 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 гера. Вот ща, как я буду. Бу. Ну, тоже мне вызвать. Ольща, герка. Бу. Ну, тоже мне вызвать. Фух. Друзья, молчала, потому что сконцентрировалась. Ух ты ж. Побил меня. Такого столько лет не случалось. Ну, и кулачищи внушают. Спасибо. Ну, надо выпить за это дело. Хороший мой. Я тебе так скажу. На самом деле хорошо, что ты меня победил. Будет мне больше времени на любимую забаву. То есть, пить он будет еще больше. Ведьмак Геральт из Ривии стал новым чемпионом в кулачном бою. Браво! Вот твой приз. Трофей. О-о-о. Кто не бьет, тот не живет. Ну, и неплохо мы получили, в принципе, опыта, я вам скажу. Так, ну, однако, мы еще пьяны. А мы еще изрядненько так пьяны. Поэтому давайте-ка, наверное, простимся, друзья, здесь, вот на этом мусочке. Сидой, сходи в колокола. Вкусишь роскоши. Какие колокола? Давайте мы это, отмокнем. Тут что-то было или мне показалось? С пьяных глаз. Вот, отмочим Геру, положим ее сейчас тут на песочек, чтобы он немножко просох. Вот, друзья, и увидимся с вами уже, наверное, в другой серии, в следующей. Всем, кто посмотрел это, я скажу огромнейшее спасибо. Всего вам хорошего и пока-пока-пока. Пока-пока.